Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой город. Всем доброе-доброе утро, всем хорошего начала дня, позитива и настроения. У нас 9 градусов, пасмурно, прохладно. Телефон почему-то рисует, что будет дождь, но посмотрим. Значит, мы с Илюшкой собрались, поехали к врачу, к лору, в другую поликлинику. Наша лор в военкомате, и нас направили в другую поликлинику. Им что-то снимок не понравился, какие-то там диагнозы понаписали странные. Мы поначитались все-таки, ужаснулись, что там, не знаю, аспирироваться, что-то такое, короче. Ну и направили нас к лору, чтобы, да, посмотрел, убедился. Я даже в той поликлинике, не знаю, что за лор, это у нас на Колмыково. Мы когда жили в другом доме, не в предыдущей, а до квартиры у нас была, мы ходили с Настей в ту поликлинику, и Илюшка уже в той квартире родился, тоже ходили. В общем, я не помню, что там за лор. Мне кажется, вообще мужчина был, если я не ошибаюсь, что-то я даже не помню. Но это так было давно. Кто сейчас там, вообще не знаю, поэтому не знаю. Ну, в общем, идем к лору. Потом хотим еще в парикмахерскую попасть. Илью надо постричь, что уже вообще все отросло. Он сопротивляется, не идет постригаться. Да, Илья? Ну что ты так угрозно у меня сидишь? Карточка у нас закончилась. Тетрадку взяли. Ну что ты так угрозный сидишь? Ладно. Я еще не грустный. Не грустный? Да ладно. Все нормально будет. Я надеюсь, все хорошо будет. Мама этот клещ, блин, у нас совсем другое. Что-то поднавалилось всего непонятного. Вот. Сейчас деньги сниму в парикмахерскую, чтобы пойти. Я уже в поликлинику, а потом зайду в парикмахерскую. Я подожду Илью, пока его постригут. Наведем марафет. Надеемся только на то, что на снимке. Там все под вопросиком, под вопросиком. Не знаю, что это. Что это, что это? Что-то еще хотела сказать. Кстати, клеща маме обследовали. Вы меня спрашивали. Это мы ходили ночью в травмопункт на Грязного, бесплатно, поликлинику по лесу. Вот действительно, она даже со стулом, мам, говорит, не встала, не посмотрела ни места, ни укуса, ни клеща в баночке. Ничего. Вот такая у нас бесплатная медицина. И потом, когда я... Ну, я не, в общем-то, я не знаю. Ну, нет слов, короче. Так как вот только страховка есть. Взяли, еле как с боем. На Ленинградской 26, в инвитро мы еле узнали, где это сдать. Я не ломаю, как там это... Вот действительно, это с боем было просто. Столько нервов, столько звонков на горячую линию. Еле сдали. В общем-то, туда сдали. Пришли туда. Там вообще не в курсе, не знают, насколько брать этого клеща инфекции. На 2 или на 4. Насколько это страховка. Я опять... В страховую я опять звонила. Все-таки на 4. На 4 взяли. В общем-то, один из 4-х там показал, что вот клещ, надо, значит, антибиотики пить. Потом ей надо по страховке еще к этому инфекционисту. Еле добились. Мама вообще уже там... Я звонила. Потом уже мама там и ездила. Ей отказали в приеме. Туда, где записали ее. Значит, снова. Потом она уже к заведующему. В общем, все только с боем. Все только с боем. Заведующий такой на Грязнова говорит. Ой, да вообще не страхуйтесь в этой компании войска. Это мне мама рассказывает. Я говорю, мама, ты у него не спросила, а в какой компании страховаться? И в какой интересной компании? Все вот прям по маслу. Прям без проблем. Прям вот прям в легкую будет. Что же он-то не посоветовал? Он еле там инфекционист или там... Я не знаю, как страховая компания по горячей линии записывает вас к врачу. Вы туда приходите, посещаете. У них типа никаких сведений, ничего вообще. Ну, вот заколдованный круг, честно сказать. Вот мы сделали вывод в очередной раз. Вот когда берут деньги за что-либо, так красивенько обо всем рассказывают. Вот тебя прям оближут. Обласкают, обгладят. Прям, я не знаю, прям массаж. И прям и стоп, и пальчиков. И прям обсосут, как чупа-чуп, сливают, и ты достал деньги. Застраховался или купил, или что-либо. Или заказал там это. Но как только что-то там не так, 35 отговорок. Не попадешь. Не это. А это не входит. А это не то. А это нет. Ну, короче, в общем, мама, получается, эта прошлогодняя страховка заканчивается вот концом апреля. А чтобы там дальше, вот надо пролечиться. В общем, попала к этому, все-таки убедил этот заведующий. Этот инфекционист ее принял. Сказал еще там пить до 10 дней. Мама говорит, мне надо направление, чтобы потом в инвид раздать кровь, значит, на анализ. Он говорит, мы в платной клинике направление не даем. Нет слов. Короче, нет слов. В общем, надо страховку продлить, чтобы она продлялась, чтобы ты дальше, в общем-то, пользовалась. Короче, в общем, это не рассказать. Это как только свяжешься, вот и лезет, лезет, лезет вот это вот все. Вот всегда почему-то в негативном ключе. Чтобы так пришел и по маслу было, да вот прям я не знаю, но только не у нас, это честно. Вот все через вот пень-колоду, вот через одно место, вот честное слово. Ну, короче, ничего хорошего. Говорить не все. Ладно, поехали уже, сжарились. Ну, вот как есть, так вам и рассказываю. Вот с таким негативом было. Страховщица, я тебе звоню, говорю, которая страховала маму по страховке. Говорю, вы расскажите, куда идти там это. Она, вы меня будете слушать или перерекаться? Я говорю, я буду перерекаться, потому что вы мне не даете конкретные действия. Вот идите туда, пункт первый. Идите туда, пункт второй. Идите туда, пункт третий. Мне нужны четкие действия. Идите туда, сдайте то, это вам то, 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 то. А вот это вот позвоните туда, спросите то. Я говорю, мы что, у вас одни единственные, что ли? Ну, с кем вот такое произошло, и вы не знаете. Я говорю, да, буду перерекаться. Говорю, вы некомпетентны. Она такая, я говорю, напишу новую жалобу в эту страховую компанию. Все, он замолчал, по-другому стал разговаривать. Я говорю, господи, это что такое? Вот. Нет слов, короче. Ну что, мы уже и в поликлинике побывали, и Илья, смотрите, как у красавчика, пастрикся в парикмахерской. И уже там, что, позабирали посылочки. Так, ну и, в общем-то, ездим в сторону дома. Лорд, что нам сказала? Это нас участковая перепугала, что кисту надо оперировать, и все такое. В общем, назначили нам какие-то... Мы купили сейчас еще в аптеке за 960 рублей капли в нос. Вот. Ну и, в общем-то, будем брызгать нос. Это там на фоне аллергии, аллергического ринита, и вот это могут вылазить кисты, и все такое. В общем, надо наблюдать, надо, в общем-то, к аллергологу. Вот, она участковская, это оперируется надо. Я лору говорю, она говорит, ну вам участковый много наговорит. Вот, так что, в общем, купили капли, назначили нам еще кровь в мочу сдать на понедельник. На среду записались к участковому. Так, как раз это аллергического, то нам вообще вот эти вот синупред, которые разжижают мокроты, убирают отек. Вот, и это убрать, потому что они на основе травок, так как это все, честно, и все эти аллергического плана, то это надо убрать. Ну, вот. Что, я уже устала. Мы еще, кстати, в Сиднон зашли в магазин. Что там, макарон купили, бабли, купили печенье с курагой, да? Всякую, всячину прикупили. Солнышко, кстати, заметил, Люк вышел, пока мы тут с тобой ездили. Двенадцать градусов стало. Что такое-то, откуда пьется? Вот. Так что... Потеплело. Потеплело. Красота. Люшку постригли прям все. Я его прям не узнаю, не узнаю, не узнаю. Красиво стало, да? Сразу такой взрослый, такой устал уже. Говорит, мам, ты меня замотала. Ты меня замотала. И там были, тут были. Но так как мы выбрались из дома, понимаете, выбрались. Надо, что... Я еще бы в одно место заехала, но я уже просто пожалела ребенка. Как будто бы, ладно, заеду потом уже. Не сегодня тогда. В общем, я хочу, забрать надо. Это называется... Мам, ты почему я ехала так надолго? Потому что если я куда-то уехала, то мне сразу все нужно сделать дела. Тысяча дел. Тысяча дел я их сразу целенаправленно, чтобы мне туда-туда-туда и все везде, собственно говоря, сделать, успеть и забрать. Чтобы, ну, как-то рационально, чтобы 10 раз не наезжать. Там, один день туда, другой день сюда. Вот. В этом вздеки сейчас были. А девушка всегда нас за мной так наблюдает. Она такая, всегда, я как не приду. Она, у вас такая красивая помада. Я говорю, спасибо. У вас там еще что-нибудь другое. Сегодня она мне такая говорит, мы поменяли цвет волос. Ну, я же всю зиму так не входила. За посылками-то в шапке была, получается. Мы поменяли цвет волос. А я такая думаю, а, ну да, я же другим цветом краски стала волосы действительно красить. Так что это, я бы ей говорю, мы только всегда внимательны. О, моя. В общем, как-то так. Сейчас домой поедим. Да, Илья? Чайку, кофейку попьем. И, в общем-то... О, это хорошо на улице. На улице хорошо. Машин много, кстати. Вот. Здесь. Так что... Красота. Весна. Утром было мерзопакостно, как будто осень. А сейчас уже прям, как будто бы, реально уже весна. Так, все. Ну, все, паркуемся. 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 Так, что пришли домой. Соседи, тут непрекращающийся ремонт где-то ниже нас. Вот такой вот препарат назначили на Зонекс. Ну, я сейчас покажу вам, в чем тут купили. Сидна. Карточку, кстати, в Сидна получила. А я смотрю, это встретила там перед нами мама, мальчик из класса. И я смотрю, у нее карточка Сидна. Я такая говорю, у нас карточка Сидна. Где-то такое взяли. Она говорит, ну, что-то на вокзале, что ли, она мне сказала, что там где-то. Вот. И я уже, конечно, подхожу, говорю, а как карточку получить? Она говорит, очень надо. Я говорю, да, очень надо. Потому что мы там и курицу, и все кусячие. Ну, и когда на шашлыки ездим, мы, короче, берем. Вот. Так что... Ну, почему нет? Пригодится. Вот. Ну, сейчас скажу, что все тяжело. Это... Такую упаковку 3 килограмма макарон. 174 грешка. Хрустящие палочки. Сам вафли. И... И-и-и-и. Печенье с дубной угощением с курагой. Сидна. А, еще колбаску точно. И у них очень вкусная колбаска. Вот эта вот. С сыром. Сидновская. Вот. Я говорю, привезли? Привезли. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко. Целую. Говорю вам всем пока-пока. До новых встреч на моем канале. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...